ну чё ребятки всем привет пришло время рассказать о тест-драйве обуви зимние обуви которые заказывал сазон я уже снимал насчет этой обуви распаковку когда я пришел только сазона распаковка примерка была но теперь я 1 2 ботинки потестил и сейчас скажу свое мнение о данном товаре сазон там я рассказывал да в первом ролике о ценах я уже даже забыл по каким ценам я приобретал ботинки и первые вторые сейчас начнем с вот этих более дешевых они что-то стоили уже не помню в районе 1300 рублей когда их забирал сейчас цена 1700 рублей практически на данную модель 43 размера как у меня даже нет наличии и все буду рассказывать как я их потестил какое мнение у меня о них сложилось даже кому нужно я напишу коды оставлю адреса эти артикулы на товар в описании либо в ролик прям добавлю может кому-то заинтересует данный товар и так данные кроссовки как их позиционируют кроссовки я больше бы сказал что это походит на ботинки но ладно кроссовки так кроссовки от бренда т токарди и от продавца карри продавец карри нам их доставил предоставил и продал зимние до ботинки кроссовки сделаны они из искусственного нубука искусственной кожи как написано на карточке товара и текстиля вот так они выглядят кто не смотрел ту мою распаковку примерку вот так вот я бегло покажу потом может подробнее вот походил я по осени еще до выпадения снега в москве по сухой погоде в них на работу и также протестил по снегопаду по мокрой погоде свой отзыв я уже на озоне даже оставил под данным товаром не часто я оставляю отзывы не очень хочется мне на каждый товар купленный оставлять отзыв но здесь я оставил как раз таки после первых московских снегопадов оставил так как я был в данных ботиночках и потестив по зимней погоде по снегу и по мокрому снегу я написал отзыв и мой вывод такой что данная обувь ни черта не подходит для зимнего периода хоть они написали там да в карточке товара что это зимняя обувь зимний сезон но ни черта это не так потому как с влагой они взаимодействуют письма таки прискорбно то есть если на улице дождь если на улице мокрый снег если на улице просто много снега данные пары обуви не подходят для данных погодных условий абсолютно от слова совсем по мокрому снегу я тогда пришел домой и оказалось что оказалось то что у меня ноги нахер насквозь промокшие то есть вот этот первый пациент зимние обуви которую я приобретал да вроде как с небольшой надеждой ну все равно их не возлагал больших надежд на 1300 рублей вот но я был неопытным достаточно юзером такой площадке как озон и поэтому я даже когда выбирал обувь я не отсортировал отзывы по отзывам с низким рейтингом если б я это сделал изначально то я понял что качество не очень но там многие отписываются о том что там носки отклеиваются подошва отклеивается пока что данные ботиночки достаточно целые на самом деле к этому претензии меня вообще никаких давай я еще скажу быстренько о плюсах плюс это того таких ботинок это то что во первых они до кроссовки но они выглядят как типа рабочие ботиночки мне это достаточно нравится но это чисто мое мнение вот по осени я начал их тягать тестить и мне показались они достаточно приемлемыми достаточно интересная вот эта штука вот эти зацепки она вот эта кнопочка они на клепках достаточно полезные затяжки эти мне они очень понравились потому что вот смотри я почему-то вот не перезаказывал обувь а вообще стоило бы 43 размер всегда обуви я для себя заказываю и оказывается тут очень много потом пространство остается когда я обуваю на ноги тут много до носка и вообще на носке очень много свободного пространства ощущается в ботинке в этом и ну может я под носок типа оставлял под теплый носок и если бы вот не эти затяжки то у меня бы реально болтались бы они на ногах а учитывая то что вот эти затяжки достаточно крепкие на заклепках присутствуют я их могу затягивать достаточно туго эту шнуровку и по этой причине вот несмотря на то что они большие мерят я считаю что если я бы заказал 42 размер это как раз было в порубь но тем не менее оба используются и я же говорю что сухая осенняя погода и небольшой снег например да если у вас чищенные дороги либо это уже ближе к весне когда снега не особо короче все что касается вот погружение данного ботинка до уровня вот этой вот этого текстиля ну ну бука вернее но буква то будет все нормально скорее всего будет все нормально ничего вас не промокнет ничего у вас все будет ноги сухие что касается вот верхней части данных ботинок то конечно же если любая влага средний дождь может маленький какой-нибудь каплей переживет но средненький какой-нибудь дождик либо таящий снег промочит эти ботинки и после промочит ваши ноги абсолютно со стопроцентной вероятностью не понравились мне длинные шнурки очень длинная шнуровка видишь как я я их снял просто не раз в не развязывая шнуровку снял как по приходу в очередной раз в них ходил до озона кстати даже у них вот снегопад но снега было немного на асфальте и поэтому вот для таких походов по чищенной дороге они подходят также к плюсам скажу что данная обувь легкая легкая удобная шнуровка у них вот это прослойки серенькие это все-таки светоотражатель как я выяснил и вот это на язычке полосочка тоже светоотражатель то есть я часто ходил но сейчас вы практически всегда темно пози по зимнему периоду часто ходил по трассе и эта штука влияет как бы на безопасность твоего движения в темное время суток вдоль трасс вдоль дороги что достаточно хорошо и не везде добавляют этот светящийся светоотражатель светоотражающий элемент а здесь его добавили за такую бюджетную цену так что данные ботинки говорю многие пишут в отзывах на озон что у них там носок отклеился то еще уже подошва начала отваливаться в целом в целом я хочу сказать что пока я потестил там вот я не помню когда этот ролик уже записывал ну с того времени я и начал тестировать ботинки уже была как раз осень а вот и на заднике кстати светоотражайка есть так что иззади будете подсвечиваться вот еще плюсом хочу сказать вот такая вот тракторная цепкая подошва конечно на голом льду скользить будут но если там что-то не сильно много снега не сильно много льда вот такая вот тракторная подошва тоже отнесется по мне к плюсам и обувь вот смотри на изгиб достаточно мягкая подошва не дубовая по этой причине что по этой причине скажу что есть у данной обуви за совершенно бюджетный ценник кое-какие до плюсы не полностью она конечно ужасно но хотелось бы лучше до ценник конечно не подразумевал прям сверх качества и я еще вот видишь как изуродовалась хотел сказать как изуродовалась вот этот залом но это может быть реально и моим косяком он мне абсолютно не мешает но это скорее всего реально мой косяк потому что да надо было перезаказывать на 42 размер и тогда я считаю чтобы они сели в пору и деформировались бы не так деформировались они в данном моем случае конкретно вот по этой причине вот не могу я это прям причислить к недостаткам это скорее всего если был была обувь по размеру ноги до нибудь деформировались достаточно уже правильней правильней скажем и как-то я на работе катался с водителем который в свое время был связан с обувью и мы с ним заговорили за обувь и он посоветовал мне пропитки пропитки что ты не используешь пропитки сейчас такая погода из соль соли очень много в москве московской области по дорогам и я вот на подставку прихожу и вставлю обувь и потом прям слой соли остается когда снег стаивает с них по этому причине я узнал о пропитке вот прикупился такую но еще не тестил еще не тестил хочу обработать пропиткой и может пропитка как-то исправить ситуацию хотя бы если будет небольшой снежок валяться на дороге то данные ботинки может будут из но бука но бук если сейчас обработаю будет будет защищать от вот этой влаги которая попадает на носок и впоследствии попадает внутрь самой обуви подошвы кстати здесь не литая а сетчатая сетка поэтому скорее всего она при долгой носке провалится и немного прошиты внутри со всю самую малость ну стелька тут очень сильно утрамбована поэтому доставать не буду также ботинки не проваливаются вот я сколько их носила носил их достаточно много и достаточно активно ходил в них на работу вот стелька пока что не провалилась четко и и там предоставили ее и поставили здесь достаточно плотную поэтому в целом нормально и к недостаткам хочу сказать что ботики эти достаточно марки вот это вот плохо потому что любая даже на складе я работал любой какой-то там притирка затирка и все и полоса появляется уже коричневого то есть выглядит со стороны не презентабельно но я в целом на это особо внимание не обращаю но если кому критично то лучше не обращать внимание на изделие из такого материала из искусственного вот этого вот но бука чуть чуть-чуть они сделали как заказ даже про подадидас по полоски эти выпуклые ничего хочу сказать 1300 по моему столько я отдавался эти бутики на больше и не стоило рассчитывать как бы оказались функциональной не развалились с первого раза тест конечно на зиму не прошли но тем не менее вот осень весна еще ранняя сухая погода может даже по грязи можно пройтись они полностью послужат если будет снегопад будет дожди все будете своими ногами однозначно поэтому как рекомендую не рекомендую ничего не буду говорить решайте сами какие требования выдвигаете к обуви если нужны бюджетные например там тоже на работу на склад они будут достаточно легкие достаточно целом мягкие мягкая вот это вот подошва предоставляется если по возьмете по размеру может даже красивее будет смотреться на ноге чем у меня и вот эти затяжки кстати очень выручают ну шнурки шнурки обалдеть какие длинные и обалдеть какие но они развязываются короче они не фиксируются к сожалению он ты посмотрели еще как какая длина остается еще у шнурков ну куда это вы навязали такую длину надо найти шнуровку когда буду завязывать на два узла и может это решит проблему как бы ну не скажу что это выкинутые деньги ну и не скажу что полностью оправданная покупка второй пациент сазона это бас плова забраны они в один день и это уже подороже обувь там по моему за 4 800 их тогда приобретал готовился к зимнего сезона также все сазон примерил ведь у этих с размером уже все в разы получше потому что брал 43 подошел 43 не болтается ничего сидят идеально не натирали нет у меня такой проблемы слава богу с ногами и снова и обуви что там типа нужно разносить там поначалу натирает там типа мозоли что такое многие сталкиваются с такими проблемами я слава богу такого по крайней мере с этой обуви не испытал это уже больше видишь походит на кроссовки уже ну кроссовки может тоже ботиночки но зимние ботиночки кроссовки больше зимние кроссовки по как по мне формат здесь уже такая более высокая подошва применяется более интересные такие материалы вроде как типа мембрана не мембрана здесь усиленный носок мыс от протирания пальцем и от от внешних воздействий то есть если ты у там зацепился ударился носком то скорее всего боли ты особо не ощутишь вот здесь вот это еще накладку наклеили поэтому здесь носочек достаточно такой упругенький также применяются вставки из замши не только текстиль как бы вот вставка из замши немного но есть и по этой стороне тоже выглядят по дороже конечно же выглядят постельнее там еще были разнообразные расцветки сейчас на озон зашел в покупке и последняя цена за которую они продавались это 3 500 вот надо было 3 500 их и брать в целом но проблема этих кроссовок практически тоже как и у прошлых кроссовок это в том что они тоже как бы рекламируют как зимнюю обувь она ни черта практически тоже не зимняя вот собирается до снег на носке прилипает вот часто мне приходится выходить в снег и нечищенный снег и если он соберется вот здесь потом садишься в автомобиль в автомобиле тепло начинает считать и вода также проникает носок поэтому тут непромокаемости не стоит ожидать от данной обуви и по этой причине же говорю вот эти я уже обработал пропиткой этой салтаном и надеюсь на чудо надеюсь на чудо на то что пропитка может как-то поможет может я еще разочек ей пройдусь и может она будет отталкивать как раз таки вот эту воду но это более чуть чуть более защищенные там если так кардио прям впитывающие как губка были насчет воды то здесь чуть чуть получше с этим все дело делом обстоит он внутри они отделаны он вот так вот кроме язычка еще и внутри по боковухам таким же текстилем вот отдел отделаны написано что шерсть я бы до конца бы в это не верил и такая стелька у них применяется сейчас даже достану специально покажу вот такая вот стелечка то есть здесь под выемку справа по центру под выемку на ноге как она называется забыл но сделали достаточно интересную стельку вот они у меня уже не раз промокали хотя стелька вот до сих пор она брендирована бренд бренд изнутри продавленный и видишь не стопталась ничего не стопталась низко кожи лась не отклеилась вот эта верхняя текстильная подложка на вот эту его которого наклеили но здесь уже вот это от промокания тоже видимо собралась внутри соль и всякий мусор он боты вас плавите прошита он изнутри белой ниточкой и под стелькой такой же текстиль как и под боковуха эти боты достаточно более удобные чем от такарди есть кстати тоже применяется вот на петлях для шнуровки светоотражающие элементы но из-за того что шнуровка тоже круглая тоже развязывается это же она длинная ты посмотри какой запас шнурков дают это конечно щедрость мне их очень нравится но это как бы ни к чему появляются после завязывания шнуровки очень большие петли которые приходится прятать внутрь и потом при активной ходьбе они развязывается конечно же придется там типа хоть разочек но под затянуть либо заново зашнуровывать и хочу к минусам еще большим минусом хочу добавить вот это вот спойлер на пятки впервые я вышел в этих кроссовках в дикси в большой дождь лишь какая как она торчит это вставка этот спойлер и сразу же столкнулся с огромной проблемой это из-за этого петушиного спойлера забрасывается на заднюю часть штанов вода так что если ты просто хлюпаешь шагаешь и вот активно или неактивно все равно сзади будут штаны очень грязные так что не рекомендую я покупать с такими спойлерами кроссовки это достаточно большой минус ну в снег это не актуально а вот когда начнется дождь чисто дождь либо грязь это уже будет по актуальнее будет забрасываться тебе на заднике штанин грязь и тебе придется чуть ли не после каждого выхода менять джинсы и стирать потому что это уже будет ни в какие ворота будет непрезентабельно выглядеть вот так вот с засранными штанами ходить хотя вот в тот же самый дождь я шел по улице на которой до хрена было глубоких луж и как-то я влупился в лужу и зашел чуть ли не вот так вот вот так вот наверно зашел а хотя может и я успел выпрыгнуть я думаю все капец сейчас через буквально 20 секунд будет ноги мокрые оказалось нет оказалось не успели они даже промокнуть и вода не успела затечь так что я пришел обратно домой с сухими ногами так что защита от влаги от воды тут поболее будет но опять же если почищены дороги более-менее если нет активного там дождя сверху больших осадков то и ноги будут сухими если все наоборот это не та обувь которая сто процентов защитит ваши ножки от влаги это однозначно и также на самом озоне не всегда преувеличивают это все маркетинговые ходы их не их маркетинговые ходы и написано что до минус 20 градусов ботинки выдерживают осенне-зимний период но на самом деле это не так я хотел бы посмотреть на тех кто минус даже 10 12 15 постоит там хотя бы 15 минут в них без какого-то нибудь термо носка либо теплого носка на обычный носок постоит в них на улице у них ноги просто закаменеет потому что утеплитель здесь реально не особо и нет тонкие стеночки какие минус 20 не а понятное дело что и в летней майке можно выйти места пуховика зимой на улицу никто тебе не запрещает но это же не будет практично так и здесь выйдя в лютый мороз ты тут просто замерзнет твоя нога и ты обалдеешь от мороза ну и хочу сказать за сам протектор за саму подошву достаточно цепкая подошва вот такая вот интересная рифленая типа вдоль и поперек рифленая и столкнулся с какой проблемой но это может чисто моя будет ситуация снег забивается снег в эти достаточно глубокие бороздки так как он смотри какая подошва тут миллиметров наверно четыре высота протектора забивается вот сюда снег везде по подошве и пока я зашел в подъезд до дохожу до своей квартиры все это забито снегом так как в подъезде у меня ташкент я захожу и оставляю во первых по подъезду очень мокрые следы из-за вот этого отряхиваешь она не отряхивается короче плотно забивается в этот протектор снег и зайдя уже в квартиру тоже достаточно жаркую пока разбуюсь а уже начинает с них течь с этих протекторов снег на пол грязный уличный снег и портит падает на ламинат портит вообще эстетику квартиры вот такой вот еще минусе хочу добавить а в целом ну если я их взял за 3500 это было бы лучше ну по размеру как видишь тут уже заломов практически нет по размеру я уже взял тут почетче тут они лучше подошли но это не проблема кстати 100 карте меня это проблема размерной сетки у токарте потому что они чуть-чуть видишь на размер большими ряд если у меня там были 42 эти 43 отлично подошли а там 42 бы подошли гораздо лучше так что вот так вот хочу сказать насчет этой обуви зимней что ни первая ни вторая пара не является абсолютно зимней обувью это так знаешь либо по бюджету взять либо перебиться либо если ты ходишь там по чищенным дорогам либо для машины для машины вот так арте наверно нормально подойдут если ты особо там не вылазишь и чисто тусуешься в кабине в салоне автомобиля там может быть и да будет комфортно твоим ногам и в бас плова и в токарде если ты тусовщик по зиме уличный нужно там ходить много по снегу по непогоде то конечно лучше обратить в свой взор свое внимание на какие-нибудь более подходящие дорогие бренды дорогие модели которые будут там типа и смехом утепленные и непромокаемые лучше так лучше так поэтому вот так вот все рассказал вам чтобы не особо велись как бы на цены и понимали если будете брать что у вас в целом ожидает от покупок данной обуви данных брендов от вас плова и от токарде а на этом все вот такой вот у меня отзыв обзор после тест драйва подписываемся комментируем оцениваем и всем удачки всем счастливо увидимся